Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сегодня я решила рассказать вам о бюджетной косметичке. Меня часто спрашивают, уже достаточно спрашивают и мои знакомые, и девочки, которые смотрят мой канал. Кто интересуется как бы бюджетной такой косметичкой, да? Я расскажу вам о том, что бы я взяла с собой. Допустим, если я куда-то уезжаю в другой город, у меня сразу косметичка, да? И что вот самое необходимое? Я вообще в дорогу очень не люблю брать с собой много-много вещей, поэтому я все по минимуму беру. И косметика к этому же относится. Часто получается, что я вообще не пользуюсь этой косметикой, хожу все время не накрашенная. Поэтому я беру минимум. Ну и заодно совет тому, кто вообще не красится как бы в основном, да, и вот решил заняться внешностью своей, да? И пока человек еще непонятно, да, это его или не его, там все время за собой смотреть, что-то там подкрашивать себе. Но хотят себя в порядок привести. С чего начать? Я же, конечно же, рекомендую с бюджетной косметики, дорогую пока что. Может быть, и рано брать, надо попробовать, посмотреть, что именно вам нравится, плюсы и минусы, как бы вот с этим всем. И с чего мы начнем? Конечно же, первое, что мы начинаем с нашего ухода, это увлажняем нашу кожу. Нужно выбрать крем или основу под макияж. Часто как бы, это в принципе не особо принципиальный вопрос, я лично использую любой крем. Я выбрала себе, мне, конечно, не очень нравится, как он пахнет, но он увлажняет на 24 часа. То есть все другие крема, которые у меня есть, они то вечерние, может быть, то дневные, то слишком жирные. То есть у меня их много разных. Ну вот Диваш, если я собираюсь, например, реально класть косметику, чтобы она долго держалась, вот такой крем для лица, увлажняющий на 24. Я просто в последнее время заметила, что мне нравятся всякие пахнущие вещи, поэтому теперь я на это буду обращать внимание. Если для вас это важно, тоже обратите внимание. Вот у Диваш не очень приятный запах, как бы обычный такой, но нет приятного аромата. В общем, я бы взяла его, и он очень компактненький. Значит, мы увлажняем кожу. Дальше нам нужно нанести тон. Я уже давно-давно и зимой, и летом использую биби-крем. Я бы в поход с собой взяла биби-крем от Maybelline. Но также у меня есть биби-кремы от Garnier. Светленькие и медиум, если подзагорю. Но почему-то биби-крем от Maybelline, я предпочитаю его больше, и мне он больше нравится. А так, если вам нравится Garnier, вы можете взять Garnier. И наношу тон. Далее, какой кисточкой, сразу буду говорить. То есть можно руками все это делать. Я с собой в походы и всякие поездки не беру кисточки. Я все делаю руками, быстренько и нормально. Но дома, если бюджетную косметичку, я рекомендовала бы кисть со смешанным ворсом для нанесения тонального крема. Мне очень нравится, она так равномерно распределяется. Еще, в принципе, неплохо спонжики. Может быть, вы видели, да, продаются. Они тоже очень удобненькие. Дальше мы наносим корректор. То есть на проблемные наши участки кожи. То есть прищечки какие-то замазать под глазами, синячки. С собой в дорогу я беру вот такой вот компактный, тоже от Divash. Его выбирала я как. Зашла в MAC, говорю, подберите мне, пожалуйста, корректор. У них там было 4 цвета или 6, я не помню. В общем, мне они подобрали и нарисовали вот здесь. Потом я пошла в Divash и подобрала себе просто похожий цвет. И намного-много дешевле, конечно, в 3 или в 4 раза. Вот им, конечно, он такой легенькой текстуры. Им, в принципе, можно нанести вот этими безымянными пальчиками аккуратненько, да. Вот так вот прибиваючи. Или для коррекции вот такую вот кисточку использую. Она синтетическая, специально для... Такая плоская. Вообще пальчиками даже удобнее. Или вот такой вот штучкой, реально вот впечатывающими такими вот движениями. Очень хорошо корректор вбивать. То есть вот такой бы корректор я взяла. Ну или другой какой-то марки. Ну и я вот Divash, мне очень понравился. Цена-качество. Далее мы все это должны с вами припудрить. Если у вас есть какие-то свои пудры, которые вам главное выбрать ее по цвету, вы ее берете. Либо можно прозрачно использовать. Вот у меня Vivienne Sabo. Я ее себе нашла. Она, в принципе, как прозрачная. У нее, конечно, есть цвет. Здесь какой-то цвет 101. Вот из всех, которые там были пудры, она такая одна стояла. Просто 101. Я что-то ее попробовала. Так немножко нанесла. Смотрю, цвета особого нет. Ну, видимо, может быть легкий-легкий тон, но по сути она своей прозрачная. И я, конечно же, ей либо спонжиком вот таким, если я в дороге, да, либо я использую кисть. Кисть это для нанесения румян. Она скошенная. Скошенная кисть, пушистенькая, то есть для нанесения румян, хайлайтеров и так далее, я использую вот такую вот цвет. У меня две вот такие. Одна темная, другая светлая. Они одинаковые. И эту я использую для румян и корректора, а светлую я использую для пудры, для хайлайтеров. То есть вот такое все. То есть вот такой вот кисточкой, поближе, мы наносим пудру. Пудра у меня Vivienne Sabo 101 номер. Далее, когда мы все это затонировали, у нас такое лицо ровненькое должно получиться. Мы должны выделить скулы, конечно же, корректор. Корректор я использую, то есть у меня их тоже много разных. Недорогой, это Maybelline. Что мне в нем нравится? Что, во-первых, в нем есть кисточка. Это удобно, что с собой, да, кисточки не носим. Во-вторых, хайлайтер, он с блестками даже очень хорошо. И цвет здесь вот, у меня цвет 01 light. И цвет, он не сильно такой вот броский. Вот для светленьких девушек, как я, да, то есть можно не бояться, что ты там намажешь чего-то лишнего, да, и будет темно как-то. Я наношу тени, выложу скулы, там наношу где-то тени, носик выравниваю, вот такая кисточка и зеркальце здесь все есть. Эта штучка очень удобная и недорогая. Далее, когда мы все это сделали, у нас идут тени. Тени в водорогу я очень беру, вот эти мне очень нравятся. Это Max Factor номером 01. Здесь, вы знаете, тени можно использовать как для бровей, кстати, так и обычные. Здесь четыре цвета. Идут темно-коричневые, светло-коричневые, потом беленькие под бровки в уголке глаз и блестященькие. То есть это зависит от того, что вы хотите. Также идет кисточка сюда. Вообще они универсальные, то есть это такой дневной или вечерний макияж можно сделать, потому что с этими темными они очень насыщенные, хорошие темные. Вот Max Factor номером 01. Тут для глаз и для бровей, кстати, написано. Пользую кисточку для нанесения теней. Либо я, конечно же, дорогу опять же не беру с собой, ту, что идет в комплекте, либо вот такую вот пушистую кисть. Вот так вот она выглядит. Далее мы можем сделать с вами подволечку. Римель, мокрая. Здесь очень тоненькая кисточка. Она уже давно у меня и при этом очень-очень тоненькая. Все равно. То есть можно красить. Как-то не густеет, ничего. Отличная вообще подводка. То есть стрелочки накрасить или еще что-то. Или может быть какая-то вам нравится. Вообще вот все эти марки, да, там Max Factor, Divash, вот эти вот мебели, ну, такие недорогие. Вот среди них можно, в принципе, и выбирать. Тушь у меня Vivienne Sabo. Я открыла для себя. До этого всегда у меня была объемная мебель. Отличная тушь, вообще ее все в интернете ховали. Отличная. Ну, вот я нашла Vivienne Sabo. Мне она очень нравится. Здесь кисточка очень интересная, тоненькая. И я люблю пластмассовые кисточки. Вот. Мне очень нравится. Она делает такой эффект кабаре. Далее бровки. Очень важно подобрать цвет карандаша тоже. Я поняла. Цвет карандаша очень важен. И здесь тоже идет с кисточкой. У меня Vivienne Sabo 002. Вы посмотрите, я такая светленькая, русенькая, да? Сейчас я накрасила брови. Не смотрите, они темные. Я покрасила их просто. Теперь буду ждать, пока сойдут. Потому что в предыдущих видео, вы, может быть, видели бровки, где у меня светлые. Я всегда красила этим карандашом. И у меня разные было. И тенями красила, и то, и все. Короче, в общем, вот этот карандаш я для себя нашла. И он суперский. Он прям русый цвет. Он прям русый. Понимаете? И вот прям красишь, и одно удовольствие. Так что подбирайте карандашик себе тоже. Ну, вот у Vivienne Sabo такие цвета есть необычные. Потому что в основном я захожу, когда смотрю, что мало цветов. Какие-то там ограниченное количество. Ну и дальше мы завершаем все с вами блесками для губ или помадами. Всегда у меня с собой есть Невея. Она красненькая. Она не красит красным. Она делает оттенок. Такие губы получаются очень естественные и увлажненные. Это если я накрасила какой-то яркий макияж или черные глаза. Я вот Невея, она всегда со мной. Дальше я купила блеск очень интересный. Шири Машири, может быть, вы слышали. Ее, конечно, тяжело найти. Ее в интернете очень продают. Но такой бесподобный запах вообще. Такой блеск тоже. Он не прям такого цвета. Ярко, он сейчас у меня на губах. Вот. Но у него такой запах. Просто, я не знаю, такой сладенький, как конфетки. Прям хочется съесть. Супер. То есть его можно с собой взять. Также Vivienne с собой я взяла вообще натурель такой. Вот он блеск. Мне нравится очень он блеск. Он с кисточкой. Блеск мне тоже недорогие цены. Все это можете посмотреть. То есть в пределах вообще разумного. То есть меньше среднего, мне даже кажется. И так же в Faberlic я заказала вот такой блеск. Я уже о нем говорила. Он вообще прекрасный. Там такие интересные цвета. Это были такие осенние цвета. Вот осень. Яркий очень. Красивый. И дизайн такой классный. То есть вообще, если куда-то на выход идти, прям можно было накрасить этим блеском. Красивым, ярким. Вот и все. Такая косметичка у меня заказывала в Америке. Ну и она уже завекалась чем-то. Сакс-Авеню. Вот. Огромная косметичка. Туда можно, конечно, все положить. Всю косметику, которая у меня есть. Ну вот, в принципе, и все. Все вот такие бюджетные моменты. Надеюсь, мой ролик вам помог. И если будут какие-то вопросы еще, пожалуйста, пишите в комментариях. Я отвечаю всем. Мне очень интересно ваша обратная связь. С вами была Селена Свой. Понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok